Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы вместе с вами продолжаем рассматривать трудные места Священного Писания. Действительно, сегодня у нас такая вот очень непростая тема, и это свидетельство евангелиста Матфея о последних часах жизни Господа нашего Иисуса Христа, когда Спаситель уже страдает на кресте. И вот в один момент, это Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих, он произносит, евангелист Матфей пишет, «Около девятого часа возопил Иисус громким голосом, или, или, ламаса вахвани». Это вот буквально по-еврейски так звучит, и дальше он уже объясняет, то есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот такие удивительные слова, и возникает вопрос, так что же Бог-Отец оставил своего сына, отец покинул Иисуса, и почему такое вообще могло произойти? Ну, конечно же, такой вопрос, он совершенно неуместен, потому что Сын Божий неотделим от Бога Отца, вот как луч света неотделим от солнца. И мы, собственно говоря, о солнце знаем по лучам, которые от него исходят. И Сын Божий, его Божественный Сын, он никогда не отделялся от Бога Отца, и поэтому все вот эти евангельские свидетельства при крещении Господа, когда слышен был голос Бога Отца, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Который мое благоволение, а Дух Святой в виде голубя не сходил на Господа нашего Иисуса Христа». Или на горе преображения, где тоже светлое облако, как проявление Духа Святого осеняет учеников Господа. И тут же тоже слышен голос Бога Отца, «Сей есть Сын мой возлюбленный, того слушайте». Все это подтверждает, что троица едино, равночестно, нераздельно и единосущно. Поэтому никогда Сын Божий не отлучался от Бога Отца, но мы знаем, что Сын Божий ради нашего спасения воплотился. Он становится реальным человеком, а человеком-то он почему становится? Для того, чтобы нас спасти и вернуть к небесному Царству. И вот, собственно говоря, вот эти слова, которые Господь произносит на кресте, здесь выражается вот тайна жертвы Христовой. Это тайна Его неизреченной божественной любви, а жертвенная любовь такова, что она идет до конца ради тех, кого любит. И до конца в каком смысле? Что вот мы настолько отпали, мы потеряли Бога, мы потеряли небесное райское царство, и в нашем уклонении от Господа мы стали совершенно вот чужды Бога. Отчуждение от Бога выражается непременно в муке. И, собственно говоря, адские муки есть муки Богооставленности. То есть человек через свой грех утрачивает общность с Богом, и вот это вот отчуждение от Бога, ведь Господь Бог и есть высшее благо, высшая любовь, подлинное добро, истинная красота, бессмертие. Вот истинная жизнь и утрата всего этого и есть мука, что человек не имеет неподлинной жизни, неподлинного блага, неподлинной любви, неподлинной радости, потому что уклонился от Бога. И это переживается как такая вот мука Богооставленности. И для того, чтобы нас вернуть к Богу, для того, чтобы нас спасти, Сын Божий воплощается и переживает за нас все полагающиеся нам страдания. Он воспринимает всю глубину вот тех мук, которые полагались падшему человечеству. И в том числе по состраданию к нам он своей человеческой душой переживает и вот эту вот муку Богооставленности. И здесь может возникнуть такой вопрос, ну как же, если это мука Богооставленности, значит, он, собственно, и был оставлен Богом. Нет, вовсе не так. Но представим, что, допустим, вот наш ребенок порезал палец, и когда мы это видим, то нам по состраданию настолько больно за ребенка, что как будто мы сами переживаем эту рану и воспринимаем ее как свою. Вот так и Господь Иисус Христос, будучи всецело с Богом Отцом, Он по любви к нам переживает всю муку Богооставленности для того, чтобы нас искупить от ада и вернуть к небу. Конечно, вот здесь в этих словах Господа выражается определенная тайна, и лучше даже вот покрыть эту тайну покровом молчания, чтобы где-то не погрешить, не впасть в ересь. Но, в общем-то, нужно признать, что иногда мы хотим видеть во Христе такого всемогущего, всесильного Мессию, который уничтожает всех врагов, который готов крушить направо и налево всех несправедливых, всех грешников, злодеев, преодолевать любые вот эти вот жизненные наветы злых людей. И нам больше понятно, когда Он насыщает пять тысяч голодных, когда Он исцеляет, когда Он проявляет свою божественную силу. И вот, кстати, буквально перед тем, как страдать, когда уже вот Он в Гефсиманском саду находился, ну, уже после вот той молитвы, да, в которой Он произносит «Не моя воля, но твоя Отче да будет», и вот уже приходят римские воины, ведомые иудейскими вождями, там же Иуда, Иисус их спрашивает, об этом пишет евангелист Иоанн, «Кого ищете?» Они говорят «Иисус и Назорея», спасителям прямо отвечает «Это Я есть». И как только они услышали, они тут же отступили и пали на землю, потому что вот это прямое, откровенное слово спасителя, божественное слово, поразило их своей благодатной силой, и они тут же рухнули. И было очевидно для всех, что божественная сила Господа, она такова, что никто не сможет даже к нему прикоснуться, но Спаситель вот тут и проявляет свое смирение, вот то, что в богословии называется кенесис, умоление, то есть Господь на время прикрывает свою божественную силу и добровольно предает себя в руки злодеев, чтобы принять за нас страдания. Вот как знаете, в Ветхом Завете приносился в жертву агнец, а Иоанн Креститель, указывая на Спасителя, говорит «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И повторим, что Спаситель, он вот ради этой любви к падшему человечеству, он идет до конца и принимает весь этот вот позор, отвержение, самые невероятные страдания, и в Ветхом Завете вот был тоже такой обряд, и у нас даже возникло такое нарицательное высказывание «козел отпущения», да, и здесь есть нечто такое вот уничижительное, оскорбительное даже, а ведь на самом деле в Ветхом Завете скрывался за этим глубокий смысл, потому что в ветхозаветном народе первый священник вот избирал вот этого козла по жребию и возлагал на него руки, исповедовал грехи всего народа. И вот это вот несчастное животное должно было быть изгнано за пределы богоизбранного народа, чтобы там в пустыне претерпеть смерть, как бы унося на себе грехи народа. Но на самом деле это тоже был вот такой вот образ, который предуказывал на нашего Спасителя, ибо Он и понес это уничижение, Он был всеми отвергнут. Его вывели за ограду святого града Иерусалима, тоже вот как бы вот это вот отвержение, да, что ты не с нами, ты посторонний для нас, и вот Он, будучи изгнан, Он страдает, понеся на себе грехи всех людей. Вот тут, конечно, нужно еще вспомнить, чтобы нам не впадать ни в какую ересь, что Спаситель, вот Сын Божий, Он воспринял полное и всецелое человечество. Человек – это не только тело, но это душа, и в душе в том числе и ум человеческий. Вот как говорил об этом святитель Григорий Богослов, что Адам первозданный, он согрешил прежде всего чем? Он согрешил своим умом, у него изменились мысли, да, он своей мыслью отпадает от Бога, и поскольку прежде всего повредился ум в человеке, то и следовало восстановить прежде всего ум, и поэтому Сын Божий, воплощаясь, воспринимает всего человека – и тело, и душу, и ум человеческий. Поэтому, конечно же, Спаситель был всецелым человеком. Единственное, вот в чем отличие, что Он есть божественная личность. Это вторая ипоста Святой Троицы, и носителем человеческого ума становится именно Сын Божий, предвечный Сын Божий, который воспринял всего человека. И вот Он, который по божеству безграничен, бесконечный, бесконечен, который по божеству един всегда с Богом Отцом, Он воспринимает душу человеческую, и как человек своей душой переживает глубину страдания и произносит вот эти вот слова, как бы выражая вот нашу человеческую богооставленность, из-за того, что мы оставили Бога. Вот это та любовь, которая идет до конца за человека, вплоть до глубин преисподней, откуда Спаситель затем и вывел всех, кто находился в аду, кто ожидал его, готов был принять. И, в общем-то, вот эти вот слова евангелиста, они были задолго до этого предсказаны еще у пророка Давида в его 21-м псалме, и этот псалм буквально так и начинается. «Боже мой, Боже мой, внемли мне, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопли моего». То есть, в каком-то смысле, это как такое вот полное отвержение, полное ощущение немощи, когда не проявляется никакой божественной силы. И в этом псалме 21-м уже мы видим такое вот фактическое указание на крестные страдания Спасителя. И что сопутствовало этим страданиям? В псалме мы читаем «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят, устами кивая головою, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Вот именно так и произносили те, кто был против Христа. Они, показывая на крест, где распятый Спаситель страдает, они говорили «Вот, других спасало себя, не может спасти, пусть он сойдет со креста, если он действительно Спаситель, Святый Израилев, и где же вот этот Бог, на которого он уповал?» Еще в псалме мы читаем «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Вот это прямое указание на крестные страдания. И повторим, что страдания эти были не просто страданиями физическими. Это не просто вот боль телесная от того, что пробиты руки и ноги, от того, что до этого Спаситель претерпел избиение плетьми, и на него был возложен терновый венец. Нет, это еще и такие вот душевно-нравственные страдания, которые Спаситель несет ради людей. И из-за того, что мы утратили Бога, и нам полагаются муки богооставленности, он по состраданию воспринимает своей душой эти муки, но воспринимает их со всецелой верностью Богу Отцу. И вот тут и происходит тайное искупление, которое нам непонятно нашим человеческим умом, но через эти страдания действительно нам и возвращаются райские двери, и мы видим, что вот уже первые, так сказать, грешники, которые рядом находятся со Спасителем, они вроде бы тоже созерцают его немощь. Скажем, разбойник, его мы назвали благоразумным, он тоже слышит эти слова Господа, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но в то же время разбойник уже прозревает в Спасителе Сына Божия и говорит, «Помяни меня во царстве твоем». А Господь ему отвечает, «Ныне же будешь со мною в раю», и душа разбойника, она уже преображается. Хотя вроде бы рядом вот этот немощный, страждущий какой-то человек или сотник римский, который тоже созерцает такую вроде бы всецелую немощь Христа, но видя в нем победу смирения, верности Богу Отцу, терпение кротости, римский сотник произносит, «Воистину он Божий Сын». Поэтому здесь мы соприкасаемся вот с такой удивительной тайной, тайной смирения. Смирение есть умоление. Спаситель не проявляет свою благодатную божественную силу, вот как кто-то из святых отцов, преподобный Ефрем, Сирин, да и другие, они писали и говорили так, что в эти минуты Христос, как человек, терпит страдания искупительные за мир, а как Бог удерживает ангелов от воздаяния грешникам, вот этим злодеям. Мы же знаем, что 12 легионов ангелов готовы были по одному слову Христа тут же растерзать всех этих его врагов, злодеев, но Спаситель удерживает их своей божественной властью, а как человек он, наоборот, проявляет полную вот такую немощь, как агнец непорочный, который пришел для того, чтобы искупить нас от греха. И в этом исполнение другого удивительного пророчества, о котором говорил святой пророк Исаия. В 53 главе мы читаем его удивительные слова о Спасителе, о нашем Христе. «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот такая удивительная тайна жертвы и тайна любви, о которой, наверное, мы более не будем продолжать своими словами рассуждать, потому что эта тайна, она постигается только в личном опыте духовной жизни, когда мы тоже учимся терпеть какие-то несправедливые беды, страдания, когда мы уже не умоляем Бога о том, чтобы Он наказал наших обидчиков, а мы начинаем молиться и говорить «Господи, прости их, спаси, и их тоже веди в Царствие Божие». И вот через эту любовь на самом деле и только и возможно преображение мира, вот как в свое время даже об этом рассуждал с удивлением Наполеон, когда вот у него рухнули все его планы, он стал более внимательно изучать Священное Писание, и он говорит, что все империи мира пытались созидаться за счет насилия, и много было завоевателей, и Александр Македонский, и Кесарь Август, и Карл Великий, да и я сам, говорит Наполеон, пытались создать Великие Империи, но они все рухнули, потому что созидались за счет насилия, и только Господь Иисус Христос, Он созидает свою империю за счет любви, вот так говорил Наполеон, как бы подразумевая под империей христианскую религию, которая стала преображать многих людей, когда даже какие-то вот злодеи, нераскаянные грешники, встретив любовь к Христову, они начинали оттаивать душами, преображались, и действительно, вот только любовь к Христову, она завоевала мир, и это пример для всех нас, для того, чтобы и мы следовали за Господом, пусть и по пути Его крестных страданий, но для того, чтобы наследовать и славу Его воскресения. Дорогие братья и сестры, храни всех вас Божие, и даруй нам Господь правильно понимать тайны Священного Писания, которые открыты нам в этих удивительных, чудных текстах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok